25 марта в Гомеле прошел так называемый «Марш Нету Ни АЦ-2». Несмотря на то, что организаторы подали заявку на проведение этого мероприятия с опозданием, руководство города сочло необходимым встретиться с ними и обсудить условия проведения акции. Власти предложили для нее Дом культуры Випра. Эта площадка для проведения массовых мероприятий находится недалеко от центра города. Территория возле Дома культуры способна вместить более 4,5 тысяч человек. Актовый зал Дома культуры Випра рассчитан на 450 мест. Организаторы акции с идеей горосполкома не согласились. Однако в итоге все же пришли на заявленную площадку. Марш собрал около 200 участников. Были на нем и представители гомельских властей. Вся хронология событий далее. Изначально организаторы второго марша «Нету Ни АЦ» в Гомеле планировали провести акцию на площади Восстания. Однако здесь, как и каждые выходные марта, проходила сельскохозяйственная ярмарка. Места для собравшихся не нашлось. И они решили проследовать на площадку, предложенную городскими властями. Супротерапство! Наши деды и батьки воевали с супротерапством. Я призываю в тихо. Где Беларусь? Где Беларусь? Давайте поговорим сегодня там. Я надеюсь, что сегодня будут городские власти. И мы услышим друг друга. В итоге возле Дома культуры Випра собралось около 200 человек. Основные события развернулись на ступенях Дома культуры. Там же находились и представители городских властей. Как это было и какие лозунги прозвучали от представителей движения «За отмену декрета номер 3» – смотрите и слушайте сами. Я вместе с народом. 23 года, 23 года наша страна катится в пропасть. Она уже закатилась. Она закатилась. Отменить указ номер 222. Отменить проведение пенсионной реформы и принудительную контрактную систему. Пришла узнать, о чем здесь будет речь, какие у людей настроения и чем все это осложняется. Я лично за политику нашего президента. Пусть она идет медленно, пусть идет потихоньку, но страна же начинает процветать. Посмотрите, как Беларусь преобразилась по сравнению, когда произошел развал Союза. Разве можно это все замалчивать, умалчивать? Нам не нужно вот этот вот шум гамм, вот это вы крикнили, заученные эти фразы. Нам этого не надо. Это шум подстроено. Мы хотим жить спокойно, мирно. Все хорошо. Дети работают. Внуки еще не работают. Откуда вы вообще взялись отсюда? Что вы говорите? Чушь городич какой-то. Мы говорим свое мнение. Мы свое мнение. Успокойтесь. Стучит все. Гром, шум. Но этого конца и края нет. Поэтому кто тут представители власти есть? Руслан! Представители городской власти приглашали собравшихся в зал для диалога. Однако воспользовались приглашением немногие. На площади, конечно, такие вопросы, как трудоустройство, бытовые, любые другие, они не решаются. Пожалуйста, вот сегодня здесь, в этом зале, я готов выслушать любого из тех, кто собрался здесь перед дворцом. Я готов ответить на все эти вопросы. И главное, что я готов оказать им помощь и в трудоустройстве, и в решении других бытовых вопросов. Я достраиваю сына, у меня двое детей. Девушка же несовершеннолетняя, понимаете? Я же тысячу долларов приехал, привез, здесь потратил тысячи, зарабатывал, понимаете? Ну, в итоге я... Возьмите вот сейчас его координаты и Савицкого, потому что он не наш, не нашего района, но это ничего не страшно. Я прописывал в нашей области сюда. Я прописывал в нашей области сюда. Тем более, в гостяковке я прописывал. У Комазов Сергея Егоровича. Уже нет, не судьбы. И не важно, что ему нужны лекарства. Акция продлилась чуть более двух часов. Организаторы составили итоговую резолюцию и передали ее местным властям. Живи! 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 Продолжение следует...